Диагностика рака эндометрия Диагностика рака эндометрия Диагностика рака эндометрия Диагностика рака эндометрия В 2021 году исследованию гадлайну Европейского общества онкогинекологов детекции биопсиосигнальных лимфатических узлов вошла в стандарты лечения больных раком эндометрия начальных стадий и считается абсолютно допустимой альтернативой для выполнения тазовой лимфоденоктомии. Оптимальным красителем по большинству исследований, как зарубежных, так и проведенных в Европе, остается индоцианин зеленый. Препарат интраоперационно вводится в шею куматки на 3 и на 9 часов условного циферблата на глубину около 1 см. В дальнейшем интраоперационно лапароскоп с функцией перехода в инфракрасный режим переводится непосредственно в этот режим и в течение 3-5 минут от введения контрастного вещества окрашивается сигнальный лимфатический узел с двух сторон и в дальнейшем выполняется диссекция непосредственно выявленного сигнального лимфатического узла. И дальше этот лимфоузел отправляется на интраоперационное гистологическое исследование. И в дальнейшем хирургическое лечение продолжается в запланированном объеме. В 2017 году на нашей базе, на базе онкогинекологического отделения Центра онкологии имени Петрова, было завершено исследование, целью которого стало изучить эффективность детекции сигнальных лимфатических узлов красителем индоцианин зеленый. В исследование вошли 100 пациенток с морфологически верифицированным раком эндометрия, получавших лечение с сентября 2015 по сентябрь 2017 годов. По результатам инструментальных методов исследования все пациенты были разделены на три основные группы. Группы низкого риска метастазирования, группы промежуточного риска и также группы высокого риска метастазирования. Всем пациенткам выполнялась экстрапация матки с придатками, с биопсией сигнальных лимфатических узлов. В последующем, после удаления сигнальных узлов, выполнялась полная тазовая лимфодонектомия. И в 11 случаях по результатам интероперационного гистологического исследования были выявлены метастазы в сигнальных лимфатических узлах. Наиболее частой локализацией сторожевых лимфоузлов являлась область бифуркации общей подвздошной артерии. На эту область пришлось 44% всех выявленных правых лимфатических узлов с правой стороны в правом параметре. И 48% из числа выявленных лимфоузлов слева. Стоит отметить, что изолированного окрашивания лимфоузлов параортальной зоны выявлено не было при выполнении этого исследования. И больные с выявленными метастазами были выделены в отдельную таблицу. Хотелось бы обратить внимание на полученные результаты. В группе высокого риска метастазирования мы получили 6 пациентов с выявленными метастазами в тазовых лимфатических узлах. В группе промежуточного риска метастазирования было выявлено 4 пациентки. И также хотелось обратить внимание на один случай, когда у пациентки с высокодифференцированной эндометриоидной аденокарциномой был выявлен метастаз в тазовом сигнальном лимфатическом узле. И в итоге по результатам нашего исследования было выявлено, что чувствительность метода детекции сигнальных лимфатических узлов обладает 100% чувствительностью. Что имеется в виду, что случаев метастазирования в тазовые лимфатические узлы при отсутствии изменений в сигнальных выявлено не было. То есть если в тазовых и были лимфатические узлы метастазов в тазовых лимфатических узлов, то до этого узла был сигнальный лимфатический узл, в котором также был подтвержден данный метастаз. Хотелось бы подытожить, сказать, что применение флюоресцентного метода детекции сигнальных лимфоузлов с использованием эндецианина зеленого позволяет эффективно и безопасно проводить стадирование заболевания у больных раком эндометрия. И в нашем исследовании это подтвердилось у 99% больных. Были выявлены сигнальные лимфатические узлы. И наличие метастазов в этих узлах достоверно коррелирует с группами рисков метастазирования. То есть в группе высокого риска метастазирования мы получили адекватное общему числу стандартов по международным исследованиям в том числе. И также вот один пациент в 37 случаях, это 3% выявленный при первой стадии заболевания с низким риском метастазирования. Спасибо за внимание. Продолжение следует...